Музыка Всех приветствую дорогие друзья Давненько на моем канале не было видео Последние дни было много работы Потом ушел в отпуск День рождения Как-то замотался Потом мы уехали резко на море И поэтому сегодняшнее видео Это новые покупочки Как только приехал с моря Немножко осталось Лишних денег Которые я планировал потратить на море И решил сделать себе подарочек Также приехав с моря Я понял что у меня накрылись Мои колонки мелкие Я их недавно покупал Может год назад Вот такие колонки были У них там цена рублей 600 Крякнул трансформатор Может починю Может нет Но не стал я париться особо И решил прикупить себе И вот такие вот Тоже свеновские Но уже подороже Тут что-то у нас Какой-то блютуз Встроенный Цена 1499 рублей Также решил себе сделать подарок На день рождения И вот такой себе взял Твердотельный накопитель SSD M.2 HP EX900 Ну тут он у нас Про На 512 гигабайт Также у него NVMe интерфейс Скоростной Ну в принципе не знаю По скорости Так где-то тут у него Характеристики были Скорость Считывания и записывания Ну там в районе что-то 2000 Сейчас я уже конкретно посмотрю Тут у нас На коробочке вроде как не указано Но В инструкции должно быть В общем Сейчас будем скрывать Смотреть И также решил купить мамке На бук Оперативочки Еще 4 гига Чтобы было 8 Вот такую от AMD взял На 4 гига И частота у нее 2133 МГц На 2400 не было Ну в принципе Ей там особо Какие-то скоростя И не нужны В принципе Чтобы на Windows 10 Все работало пошустрее И также будет Об этом видео Также С моего Вот этого основного Компа Переедет ей Твердотельничек На 120 Смартбайтовский Так что тоже Об этом будет видосик И давайте посмотрим Что у нас По цене Значит Твердотельный Накопитель 5799 Память Так а память Что-то он мне тут По-моему Не то пробил Я даже и не обращал Внимание А 8 гигов 8 гигов Не 4 Получается Сейчас я посмотрю Почему-то я его просил Дать мне На 4 гига А он мне на 8 Походу пробил Память Какая-то вот Судим DDR4 А ну на 2400 Значит это я себе Что-то придумал Ну и в принципе Замечательно Будет тогда 12 гигов Я просто Что-то и подумал Почему 9600 Если я оперативку За полторы Брал 2350 Значит Ну в принципе Еще значит Даже и лучше Я Все-таки На будущее Ее получается Еще взял И колонки Свеновские 1499 В общем Вот такая цена Почти десятка По гарантии Твердотельник 60 месяцев Память 24 месяца И колонки 12 месяцев Давайте вскрывать Смотреть Колоночки Вот такие вот Так в коробочке Больше ничего нет Достаем Смотрим Значит Колонка У нас Инструкция на русском Все на русском Ну Я думаю Тут все понятно будет И вот такой вот Погарантийный Наверное Талон Вот такие колонки Снизу Резиновые Такие ножки Типа Оплотнение Чтобы не скользило Не прыгало Там по столу В общем Вот такие вот Динамики Написано Блютуз Вот опять же Тут какая-то Блютуз Кнопка Включается Выключается Отдельно Ну и естественно Уровень громкости И наушники Так По колонкам Давайте посмотрим Тут у нас Сзади Шилдик СВН 431 Блютуз Два динамика По 3 ватта И питается Через USB 5 вольт Кстати Я вот это Что-то не учел Ну в принципе Разницы никакой нет Теперь Будет у меня Свободная Еще одна розетка Обычный джек На 3.5 И USB питание В общем Вот такие Колонки Давайте Сразу Их Сейчас Проверим Шнур питания И Джек Где-то Метра полтора Сейчас Подключим Так Подключил К компьютеру Включил Загорелась Красная Индикация Ну и давайте Какую-нибудь Песенку Сейчас Я не знаю Без авторских Прав Ну в принципе Работает Сейчас Подробнее Сделаем Редактор субтитров Так Ну в общем Что сказать по звуку Где-то Ну до середины Нормально Ну а потом уже Начинают конечно Хрипеть Это все-таки Дешевые колонки Дешевый сегмент Поэтому Просто для Звука Там посмотреть Какой-то видос Немножко музыку Послушать В принципе Они подойдут Ну и в принципе Цена Полторы тысячи рублей Для таких Колонок Наверное нормально Конечно можно было Динамики ватт Так Не по три А хотя бы По пять поставить Но Видимо Инженеры Все рассчитали И этого должно хватить Нажал я кнопочку Блютуз И Что-то у нас Тут запищало Типа Видимо Внутренний Модуль Блютуза Включился Сейчас попробуем Приконнектиться Так Блютуз Включился Так И Так А как нам Вот они Свен 431 Подключение Все Мы подключились Ну Не очень Конечно быстро Но В принципе И так пойдет Песенку Сейчас тоже Какую Без авторских прав Вот нашел Песенку Без авторских прав Включаю Никакие кабеля Не подключены Музыка Субтитры сделал DimaTorzok В общем, через Bluetooth работает нормально Звук довольно-таки громкий, более-менее неплохой В общем, за такую цену нормальные колонки Ну и, в принципе, на этом все Давайте их пока отложим и посмотрим, что у нас дальше Дальше давайте вскроем все-таки оперативку Посмотрим, я все-таки помню, что я хотел взять на 4 ГБ А он мне почему-то на 8 Пробил Ну, в принципе, ладно, там 1000 рублей Разница в цене Не особо и много Так, 8 ГБ 2400 МГц И тайм-коды у нее 161636 Вот такая вот оперативочка 4 банки памяти Ну, в общем, я думаю, все будет с ней нормально В следующем видео буду устанавливать на ноутбук Так что, если кому интересно, посмотрите Так, и давайте вскроем наш SSD Прорезаем упаковочку Раз И внутри нас ждет вот такой блистер Сейчас мы его тоже откроем, посмотрим Что внутри Смотрите, вот такая инструкция Тут такая мягенькая штучка Чтобы, наверное, он не продавливался Итак, смотрим HP SSD EX900 PRO На 512 ГБ И также тут в комплекте идет вот такой винтик Дабы его зафиксировать Ну, по охлаждению тут у него ничего нет В принципе, радиатора Но я думаю, и так оно будет нормально Потому что у меня будет система Там, ну, пару игрулик стоять Я думаю, этого будет достаточно И греться там ничего не будет Так, смотрите Вот у нас характеристики Не знаю, на камеру видно, не видно Сейчас я попробую резкость навести Итак, модели у них тут на 256, на 512 и на 1 ТБ Значит, моя версия Это у нас скорость чтения будет 2100 Мбит в секунду А записи 1800 На ТБ чтения 2100, запись 1950 Что мы тут еще Вот, интерфейс PCI Gen3 4X NVMe 1.3 Ну, опять же, габариты 8022 2.4 мм Весит 5.4 грамма Подходит под 7-ку, 8-ку и 10-ку Ну, инструкция на английском Я думаю, может быть и русский будет Так как они продаются у нас Да, также есть, вот смотрите Русская инструкция Гарантийный срок 5 лет Системные требования Вес Ну, в общем, вот такой SSD Наверное, ставить буду сегодня-завтра Ну, наверное, завтра Потому что сегодня уже вечер И неохота заморачиваться Это надо будет Windows устанавливать Поэтому сегодня я еще потерплю А завтра уже буду все это устанавливать И установка Windows тоже войдет в это видео Сегодня будем менять SSD M.2 Ну, или вы будете устанавливать свой M.2 Заблаговременно уберите видеокарту Если в вашем случае она будет мешать В моем случае она мешала И не давала доступ Берем отверточку И откручиваем крепежный винт Как мы видим SSD сам немножко отогнулся И чтобы извлечь его Нужно просто его вытащить Вот таким образом выглядит наш SSD Это SmartBuy На 128 ГБ, по-моему А мы будем устанавливать вот такой HP EX900 PRO Смотрите, по ключам немножко отличается Но в принципе разницы нет Здесь у нас на разъеме Есть вот этот пропил Боковой И мы не перепутаем Также смотрите На материнской плате Есть еще крепление Помимо вот этого самого длинного Это для 80-х Есть еще В зависимости от форм-фактора Вашего SSD В данном случае Вот этот 80 мм 8 см Бывают они и меньше Устанавливаем Тоже под небольшим углом Вот так вот он входит И просто потом пальцем Придавливаем И прикручиваем На свое посадочное место Все На этом установка закончена Единственное Будьте осторожны Не повредите Материнскую плату Отверткой Ну и в принципе На этом все Можно устанавливать Видеокарту На свое место И устанавливать Windows Приступим к установке Windows Выбираем Флешку Тут какие-то Кракозябры Такие появились На экране Непонятные Но Все-таки MCI Вот эта плата Что-то мне не нравится Абсолютно Установить Привык к гигабайту Так у меня нету Ключа продукта Будем потом Крякать Далее Так я принимаю Условия И тут у нас Нам надо выбрать Наш Новый жесткий диск Вот он Незанятое пространство 476 гигабайт Почему-то показывает А вот наши Старые тут винты Создаем Принять Создать Применить Ок Так и в этот раздел Мы будем устанавливать Нашу винду Выбираем 476 Почему Непонятно 476 А не 500 Ну Все И устанавливаем Наш винду Кстати вот смотрите Не прошло и Трех минут Уже винда Практически Закачалось 97 99 100% Ну в общем Очень быстрая Установка По сравнению С обычным HDD Жестким диском Вот буквально 3-4 минуты И Уже виндуз Установлен Продолжение следует...